Приветствую вас! С вами Сергей Проходский и канал Про Цветок. Сегодня поговорим про очень интересные растения, а именно вечно зеленые. С одной стороны может показаться, что же интересного, все эти туи-можжевельники давно всем знакомы, но на самом деле вечно зеленые растения это не всегда хвойные. Есть целый ряд растений, которые имеют неопадающую листву, но будут относиться к лиственным растениям, то есть они не будут листопадными. Поэтому не одними туями жив участок рассмотрим, какие есть варианты. Наверное, одно из самых известных среди вечно зеленых растений это рододендроны. Рододендронов целый широкий круг растений, много групп, много сортов, которые можно рассматривать отдельно. Остановимся сегодня на том, чем они интересны. Во-первых, кроме того, что целая группа рододендронов, которые будут называться вечно зелеными, имеют листву, которая не опадает на зиму, и эти листья, они плотные, вечно зеленые, темно-зеленые, очень часто глянцевые, то есть сами по себе эффектные и декоративные. Кроме этого, рододендроны образуют хороший каркас ветвения, могут расти очень разнообразные в зависимости от сорта по высоте, начиная от 30-40 см и заканчивая несколькими метрами в высоту, смотря про какой сорт мы говорим. Ну и самое главное, это весенние красиво цветущие кустарники. Весной буквально преображаются за счет большого количества, очень часто крупных цветков, разнообразные гаммы. От белоснежной, включая дальше розовые, алые, красные оттенки, и гамму сине-фиолетовых цветов. Есть отдельные рододендроны, которые будут иметь желтые или оранжево-желтые цветки. Поэтому разнообразие на самом деле очень-очень большое. Важно обратить внимание, что рододендроны требовательны к условиям произрастания. Во-первых, следует отметить, что большинство рододендронов растут, во-первых, на кислом субстрате, то есть на слабокислой или кислой почве. Во-вторых, в условиях незначительного затенения. И, соответственно, лучше всего они развиваются при хорошем увлажнении. Идеальным вариантом для многих рододендронов является произрастание под пологом соснового леса, или можно даже других хвойных пород. С одной стороны, эти деревья будут сверху немного притенять рододендроны, что и хорошо для них. С другой стороны, опадающая хвоя будет подкислять почву. Ну и кроме этого, естественно, с защитой от солнца будет более лучший водно-воздушный режим. И влажность почвы, и в то же время влажность воздуха. Это для многих рододендронов будут идеальные условия. Но кроме рододендронов есть и другие интересные растения. Широко известен, например, самшит вечнозеленый, который буквально можно встретить в каждом садовом центре или на каждой торговой площадке с растениями. Растение популярное благодаря тому, что имеет очень плотную крону, мелкую листву, стрижется в абсолютно нереальные разные топиарные формы и длительное время держится в этих контрах. Для наших условий, конечно, это растение недостаточной зимостойкости. И также как с рододендронами, так и с самшитом могут быть нюансы по зимостойкости. Поэтому лучше всего подбирать, соответственно, участки с хорошим микроклиматом и укрывать растения. Самшит вечнозеленый обладает очень компактными приростами в течение сезона. То есть это одно из самых медленно растущих растений. Прирост будет буквально пару сантиметров в год. Ну, может быть, там до 10. Растение теневыносливое. То есть оно растет хорошо и на солнце, и в затенении, и, соответственно, вплоть до полного затенения от солнца. Есть варианты по использованию. Кроме этого, он достаточно устойчив к вредителям и болезням. В условиях, где он является экзотическим растением, практически вы на нем не будете отмечать вредителей и болезней за, скорее, редким исключением. Хотя, если, конечно, на самшит нападает, к примеру, там, щитовка, паутинный клещ или другие варианты вредных организмов, могут быть проблемы. Поэтому не забывайте про постоянные периодические осмотры. Кроме рододендронов и самшита, есть еще менее известные растения, но которые тоже могут вас радовать листвой, вечно зеленой, на протяжении всего сезона. Конечно же, если их не засыпет снегом. Например, такой кустарник, невысокий, как магония подуболистная. Подуболистная, потому как листья похожи на листья падуба, другого вечно зеленого растения, которое растет на территории, в основном, в Западной Европе, более теплолюбиво и широко используется во флористике и новогодних композициях. Так вот, магония имеет схожие листья, пусть и сложные в сравнении с падубом, но, важно, очень плотные, темно-зеленого цвета, с глянцем и аккуратные, компактные. Сам по себе кустарник вырастает на буквально метр, иногда чуть больше по высоте. Кроме этого, весной цветет ярко-желтыми, лимонно-желтыми цветками со своеобразным ароматом, и после этого образует гроздь синевато-сизых съедобных ягод. Неприхотливое растение. Важно, чтобы была достаточно хорошо увлажненная почва. Сам по себе кустарник может разрастаться, образуя поросль. В некоторых условиях может немного подмерзать, но, в принципе, для нас пригоден. Кроме магонии подуболистной, есть несколько растений, которые будут отличаться недостаточной зимостойкостью, но в отдельных условиях используются на участках. Допустим, сюда можно отнести некоторые барбарисы. Вы, конечно же, знаете сорта барбариса тунберга, широко известные сейчас, или, например, барбарис обыкновенный. А вот как вариант, в условиях с мягким микроклиматом можно попробовать, допустим, барбарис юлиана или барбарис бородавчатый. Но есть еще целый ряд растений, которые заслуживают отдельного внимания. Это кизильники. Если мы знаем про кизильник блестящий, который хорошо стрижется и который является листопадным растением, то есть, к примеру, горизонтальные кизильники, которые распростираются по поверхности почвы. Это, в частности, кизильник дамера. Стелится, буквально приподнимаясь на высоту 5-10 сантиметров, и образует зеленый ковер. Размеры ковра могут постоянно расширяться, и, соответственно, один экземпляр кизильника дамера может занимать площадь несколько метров квадратных, конечно же, со временем. Он имеет компактные небольшие вечно зеленые листья, несколько сантиметров в размере, в диаметре. И, кроме этого, цветет небольшими мелкими белыми цветочками, а в конце сезона покрывается большим количеством ярко-красных ягод, которые являются его украшением. В Европе очень часто используют кизильник дамера на склонах, на откосах, просто как вариант почвопокровного растения. И, кстати, часто в комбинации блоками с горизонтальным можжевельником, где они хорошо играют, соответственно, по фактурам и расцветке листвы и хвои. Кроме этого, есть несколько растений, которые также образуют зеленый ковер, то есть используются как почвопокровники. Это, например, пахизандра верхушечная, вечно зеленое растение, и дерен канадский. Для этих растений также важно, чтобы микроклимат участка был соответствующий, то есть лучше всего, чтобы они были немного притенены, было достаточное увлажнение почвы, и температура не опускалась ниже 15-20 градусов по Цельсию. Конечно, если будет снег, будет еще и лучше, тогда они будут радовать вас своим декоративным эффектом, то есть вечно зеленой листвой. Пахизандра верхушечная интересна прежде всего как раз-таки своей формой, заполнением пространства и таким очень интересным оттенком зеленого, салатово-зеленый или даже иногда с желтизной. Плюс растение хорошо распространяется по поверхности почвы и хорошо разрастается. Дерен канадский отличается большей зимостойкостью, более устойчив в наших условиях и очень интересно цветет, образуя классные белоснежные цветки, которые как звездочки будут преобразовывать его в период цветения. Советую обратить на него внимание. Ну и в заключение хотелось бы отметить, что есть и также широко используется среди вечно зеленых растений некоторые бересклеты. В частности, очень известен бересклет Форчуна, и у него целая группа сортов, которые будут иметь пятнистые листья. Например, Эмерил Голд и близкие к нему сорта, которые будут иметь вечно зеленые листья в оттенках зеленого и с хаотично расположенными золотистыми или желтыми пятнами. Или вариант, допустим, этот же бересклет, но с бело-пятнистыми листьями, Эмерил Гаети и близкие к нему сорта. Эти кустарники более неприхотливые, более зимостойкие. А они, кстати, как хорошо стелятся по поверхности почвы, так, если дорастают до каких-то вертикальных плоскостей, могут подниматься, соответственно, потому как имеют корни, которые присасываются к поверхности. Но в этом варианте, вот на вертикальных поверхностях, уже могут обмерзать. То есть, в зависимости от того климата, в котором вы находитесь. Варианты использования вечно зеленых растений, листопадных, на самом деле очень разнообразные. С одной стороны, это хороший довецок к хвойным растениям. То есть, мы немного добавим какого-то колорита, немного динамики за счет того, что будут появляться плоды, как, допустим, у кизильника, дамера или кизильника распростертого. Будет добавляться цветение, как у рода дендронов, соответственно, весной. И абсолютно преобразовывать участок и внешний вид. Ну и кроме этого, на самом деле, эти кустарники ценятся за свою крону и за свое постоянство. Поэтому советую обратить на них внимание и попробовать культивировать у себя. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин